в этом ролике рассмотрим с вами компанию нефтегазовой промышленности шеврон оценим и и просмотрим ее будущий рост рассмотрим ее дивиденды и управляющий состав и в конце видео я перейду к покупке этой компании и добавлю ее в свой инвестиционный портфель приветствую вас друзья на моем канале и самому начало видео я хочу вам порекомендовать моего компания по инвестициям который инвестирует как в российский рынок так и зарубежный в частности китай парень стремится стать долларовый миллионером и поэтому если вам будет недостаточно аналитики на моем канале советую просмотру этот канал так как в нем вы найдете много полезной информации так что поддержите парня лайком и подпиской чтобы он смог достичь своей цели а сейчас уважаемые друзья перейдем к самому контенту и сперва я хочу вам сказать что это мое первое видео по аналитики компании попрошу вас не судить меня очень строго за мои ляпы но поверьте мне я очень старался и так сегодня рассмотрим компанию шеврон я перевел здесь на русский язык так что если будут какие-то неправильные поправки то не обращайте особо на это внимание итак переходим компании шеврон как большинство людей знает что компания шеврон занимается интегрированными энергетическими химическими и нефтяными операциям по всему миру также в последнее время она начала плотно заниматься возобновляемыми источниками энергии и поэтому эта компания меня привлекла так как европа планирует 2032 году перейти на возобновляемые источники энергии в частности автомобили эта компания может пойти вверх и она сейчас ниже своей справедливой стоимости конечно на мой взгляд европа не полностью перейдет тридцать второму году на электричество но примерно 30 процентов я думаю будет электромобилей и различные фото вальта ники и возобновляемых источников энергии и так эта компания входит в список дивидендных аристократов по моему эта компания выплачивает уже тридцать четыре или даже уже 35 лет подряд свои дивиденды и постоянно их увеличивает рост дивидендов за последние десять лет в этой компании составляет примерно шесть половиной семь процентов это получается меньше чем один процент в год конечно хотелось бы больше но эта компания платит щедрые дивиденды и так посмотрим на ее достижение здесь как бы написано что-то награды немного не так перевело но это достижение достижение в том что эта компания торгуется на 45 процентов ниже своей справедливой стоимости сейчас акции примерно колеблется от 108 до 109 долларов сейчас идет колоссальный рост в этой компании жаль что я не купил на этом уровне девяносто пять долларов где-нибудь сто сто шесть но ничего страшного если я инвестирую в долгосрок то эта компания должна показать себя очень хорошо также компания прогнозируют что рост прибыли будет составлять восемь целых и три десятых процентов в год также после коронакризиса наконец-то компания стала прибыльно в этом году потому что прежние отчеты были только в минус есть мы можем видеть что не так давно компания начала приносить прибыль аналитики говорят обратить внимание то что дивиденды в размере почти пяти процентов не покрываются прибылью но компания после выплаты дивидендов все же находится в прибыли далее нам говорят что вы обратили внимание как бы не очень перевело крупноразовые статьи влияющие на финансовые результаты то есть то что у компании были плохие отчеты и но сейчас она в этом году вышла уже в прибыль на этой диаграмме указано выплачивает ли компания хорошие и устойчивые дивиденды как мы видим она почти доходит до максимума далее мы видим что здесь написано недооценена ли компания по справедливой и и стоимостью мы видим здесь что аналитики разделились пятьдесят на пятьдесят далее идет каковы прогнозы компании от одного до трех лет видим что большинство говорят что эта компания особо не будет развиваться но здесь не учтено что она сейчас вплотную начала заниматься возобновляемыми источниками энергии здесь показано как компания себя вела последние пять лет видим что она также где-то на 40 процентов и 100 вела себя скажем так что не очень далее мы видим имеет ли компания хорошее финансовое состояние и кредитные задолженности также видим что тут больше чем пятидесяти процентов 6 аналитиков утверждает что да в этой компании хорошее финансовое здоровье а также отношение долга и так идем далее конкуренты у компании шеврон как вы все знаете это exxon mobil который чувствует себя не очень дивиденды конечно выплачивает хорошо финансовое здоровье такое себе среднее за последние пять лет она показала себя очень слабо будущее в этой компании тоже среднее и финансовое здоровье мы видим что ниже среднего далее идет это occidental petroleum здесь так вообще все печально вообще в красной зоне даже не хочу на нее обращать внимание далее идет саудовская аравия нефть также можно сказать как exxon mobil но немного хуже но как мы все знаем костка я не особо рассматриваю эту компанию потому что она для меня дороговато далее перейдем к истории цен этой компании и производительности видим что 2007 она начала набирать оборот но кризис 2008 болел ее как и все остальные компании далее идет рост снова потом падение рост как и всегда это бывает на фондовом рынке но сейчас компания находится немного в стагнации как я упоминал немного ранее я очень надеюсь что компания все же вплотную займется возобновляемыми источниками энергии и она побьет свои предыдущие рекорды здесь будет интересно эта компания для инвесторов те кто занимается скальпингом или инвестируют в короткую на 7 дней примерно компания дает 3 процента доходности в секторе нефтегазовой промышленности доходность составляет 3.4 по рынку сша составляет 1.1 если же акционеры вложатся на год в эту компанию то годовой доход может составить 48 процентов сейчас я вам покажу мой портфель и тех кто давно смотрят меня знают какой у меня портфель и у меня в портфеле находится 2 нефтегазовые компании американская это ванок она мне примерно за полтора года даже чуть меньше чем за полтора года где-то год и 4 дала мне доходность в размере 94 процента вторая компания у меня royal dutch shell она на рынке в великобритании она мне дала доходность в размере почти 46 процентов а компания шеврон предоставляет доходность в размере 48 процентов волатильность цен в этой компании сейчас находится немного выше среднего понятно по графику что сейчас компания восстанавливается после корона кризиса и она резко пошла вверх сейчас так она просто вообще летит вверх непонятно где ее будет предел но мне это очень нравится искрано достигнет своего максимума который находится сейчас я вам покажу где-то 140 наверно даже 130 долларов ноги идем далее ну минус этой компании в том что доходность компания отстает от все нефтегазовые отрасли сша которая за последний год вернулась на 83 процента далее плюсик в том что доходность этой компании превышает рынок сша которую вернул на 24 8 процента за последний год далее плюс в том что у этой компании стабильная цена и она немного как бы недооценена чем 75 процентов акции сша за последние три месяца плюсик в том что волатильность в этой компании не очень большая и она более менее стабильно да это идет о компании то что компания работает в двух сегментах это upstream и downstream upstream это как бы компания занимается разработкой разведкой добычей нефти транспортировка различными такими процессами которые не включают в себя переработку сырой нефти downstream это уже конечно компания занимается переработкой сырой нефти и различных нефтепродуктов занимается маркетингом разрабатывать всякие масла смазочные материалы и тому подобное но не особо будем глубоко в это вникать далее идет показатель ПНЕ который меня не очень радует если тех кто не знает что ПНЕ это тот показатель который примерно за 58 лет окупит ваши акции это конечно очень большая цифра на других же аналитических сайтах показывает ПНЕ за весь период которые примерно составляет 13 и 9 почти 14 процентов но это двадцать первом году ну и далее будет он снижаться 12 13 10 10 поэтому на мой взгляд это всего лишь за 12 месяцев если я не прав конечно же поправьте меня в комментарии далее соотношение ПНС это 18 это вполне нормально для этого сектора перейдем к рыночной капитализации этой компании которая составляет двести десять миллиардов из этого она получает сто шестнадцать миллиардов и по выплачиванию всех налогов всех долгов и дивидендов чистая прибыль составляет три шесть миллиарда долларов далее мы уже это обсудили я не буду особо тут углубляться в это далее идут дивиденды в этой компании почти пять процентов див доходность что согласитесь очень неплохо хотя бы эта компания выплачивает дивиденды и остается еще в прибыли не такая как exxon mobil как я вам сейчас продемонстрирую капитализация этой компании немного больше доход у нее также больше и по выплачиванию всех долгов а также дивидендов эта компания остается еще и в минусе поэтому последнее время exxon mobil брала кредиты чтобы остаться в дивидендных аристократах и не расстроить своих инвесторов далее идет оценка этой компании половина аналитиков говорит что цена этой компании очень сильно недооценена текущая цена составляет почти сто девять долларов но здесь на этом аналитическом сайте она немного встает сейчас она стоит сто девять и шесть даже почти и семь а некоторые аналитики считают что справедливая стоимость составляет почти 200 долларов но как по мне это очень сильно переоценена будет компания в 200 долларов если она достигнет этой суммы это будет ее рекорд за всю신 историю компании на других источниках справедливая цена этой компании составляет сто двадцать три доллара вот мы видим сейчас она стоит сто девять и шестьдесят девять и справедливое вот я уже говорил заниженная цена это в стоп а долларов а если компании будет hace Question на то она будет составлять примерно сто пятьдесят долларов далее но как я и уже говорил плюсики то что она ниже справедливой стоимости а также ниже справедливой стоимости по всему рынку примерно на 20 процентов также здесь этот индикатор показывал что пена и в этой компании очень большой как я повторюсь на мой взгляд это всего лишь за последний год он очень большой такой соотношение цены прибыли коэффициент пэк также он очень высокие 7 и 1 далее идет коэффициент п.б. честно говоря и даже не знаю что это такое поэтому если вы знаете пожалуйста напишите ваш ответ в комментарии далее компания как я говорил самого начала планирует свой рост в размере восьми целых и три десятых процента но это как считает компания сейчас мы видим что компания после корона кризиса очень быстро восстанавливается лучше чем другие компании сейчас мы находимся вот в этом периоде ну почти вот конец двадцать первого года компания восстановится до своих максимумов которые были в девятнадцатом году и дальше ждет нас как бы небольшая стагнация но это лишь только прогнозы и предположения теперь мы видим что компания обещает нам восемь целых три десятых детенная и газовая промышленность в среднем по америке растет на четырнадцать семь целиком рынок нефти растет на пятнадцать процентов это прогноз по годовому росту прибыли по годовому росту ручки компания шеврон получает полтора процента промышленность нефти газовая три два процента рынок нефти почти десять процентов о росте прибыли я уже говорил большинство аналитиков считает что компания не достигнет роста восемь целых три десятых в год и она будет расти немного медленнее конечно аналитики ожидаю, что будет рост прибыли но не столь значительный и большинство их считает что прибыль составит лишь полтора процента в год когда же рынок США растет почти на десять процентов здесь так же самое большинство аналитиков против того что будет такой большой рост также компания прогнозируют что будет рост прибыли на акцию 1022 году она пойдет вверх и двадцать третьем году может достичь своего пика и немного начнет стагнация будущее рентабельность собственно капитала у компании шеврон прогнозируется на низком уровне примерно в один из целых и пять десятых и это за три года согласитесь рентабельность не очень большая прошлое выступление так как бы прошлые отчеты компания упала 17,7 процентов но мы все знаем это из-за чего конечно же это из-за корону кризиса но сейчас компания показывает очень хороший рост и она быстро восстанавливается компания имеет большой одноразовый убыток в размере почти 3 миллиарда долларов влияющие на финансовые результаты когда компания читалась в последний раз сейчас же мы ждем отчет в конце этого месяца взглянем на ее прогнозы прогнозируется прогноз в тридцать девять целых и семьдесят девять миллиард долларов это больше чем в июле месяце и ипс также подрастет на две целых и пятнадцать сотых посмотрим на этот отчет который состоится двадцать девятого октября также видим очень большой и такой значительный плюс у этой компании то что растущая маржа прибыли стала наконец-то в прибыли прибыль в прошлом мы понимаем что корона кризис не щадил никого поэтому здесь и особо задерживаться не вижу смысла о рентабельности мы уже говорили далее идет финансовое здоровье компании финансовое положение в этой компании очень хорошая должность составляет двадцать восемь миллиардов конечно же немного отстают эти данные авуарах в этой компании содержится почти тридцать три миллиарда долларов для тех кто не знает авуары это средства компании которые находятся например в валюте различных металлах в ценных бумагах и они хранятся в иностранных банках это покажет составляет временно в долгосрочной перспективе у компании авуары составляет примерно двести десять миллиардов долларов перейдем далее рассмотрим сейчас долговые обязательства компании видим что долги в этой компании не очень большие по сравнению с другими на начало 2015 года было 34 миллиарда долларов двадцатом году она немного сократила до 26 он понятно двадцать первом году фрс печатала деньги потому что был кризис и это долг в этой компании увеличился до сорока трех миллиардов долларов сейчас же можем видеть мы по прогнозу у компании шеврон где здесь у нас чистый долг в этой компании двадцать первом году прогнозируется что на конец двадцать первого года будет тридцать миллиардов долларов но на ближайшие четыре года этот долг будет снижаться и в конце двадцать пятого года будет заставлять 15 с половиной миллиардов долларов как мы здесь видим по финансовым долгам в этой компании очень все здорово уровень долг собственно капитал 32 и один это очень удовлетворительно но здесь только один небольшой минус понятно к вид дал всем жару из тридцати процентов вылечился долг до 32 как мы здесь видим сколько он здесь составлять сорок там четыре сорок пять миллиардов долларов но эта компания очень хорошо оплачивает его и также она не забывает радовать своих инвесторов большими выплатами дивидендов главное в том что она не берет кредиты как exxon mobil для того чтобы выплатить дивиденды инвесторам и остаться в списке дивидендных аристократов по балансу здесь все отлично в этой компании только небольшой долг здесь мы видим что дивиденды в этой компании очень хорошие составляет почти пять процентов низ рынка по сша составляет одна целая 3 процента далее топ акции по нефтегазовой промышленности по дивидендам составляют в среднем три целых и пять десятых процента это по американскому рынку в среднем все нефтегазовые компании составляют по див доходности 4 4 процента а прогноз по компании шеврон через три года достигнет пять целых и одно десяток процента и понятно что чем выше цена тем меньше становится див доходность далее мы видим что див доходность за последние десять лет и росли и дальше прогнозируется также рост что вполне нормально для нормальной компании далее то что дивиденды компания плачет очень много своим акционерам и у нее очень высокий коэффициент выплат для этого который составляет двести семьдесят пять целых и восемь десятых процентов будущее выплаты дивидендам акционерам компания прогнозирует что через три года будет покрываться прибылью которая данный момент это небольшой минус для нее и она планирует достичь этого двадцать четвертом году далее мы уже завершаем переходим к управленческому составу здесь директор если вам интересно то можете поставить на паузу и поподробнее рассмотреть эту информацию если можете рассмотреть анализ вознаграждения генерального директора как она колебалась и понятно что в кризис она просто рухнула ушла большой минус в один с половиной миллиардов но от этого никто не уберегся далее что у нас здесь есть руководство компании члены управления здесь объем инсайдерской торговли здесь она запаздывает и здесь не очень правильные данные но если интересно то 6 ноября двадцатого года джон франк купил 500 акций и мэрилин хюстон 18 февраля купила 3200 акций вижу что они зашли по хорошей цене и сейчас они находятся в хорошем плюсе здесь мы видим топ акционеров ну конечно же это авангард который занимает 8 35 процента стоит стрит 7 22 black rock 7 процентов но и так далее ну и далее идет просто информация компании как я и вам говорю что компания основана в 1879 количество сотрудников этой компании немного уменьшилось далее еще коротко пройдусь какие ожидаются прогнозы по этой компании далее мы видим по аналитическому агентству финанс что выручка шеврона на конец двадцать первого года составит почти сто пятьдесят миллиардов долларов и на протяжении четырех лет примерно выручка будет увеличиваться на пять процентов дивиденды эта компания также будет увеличиваться как я говорил немного ранее рост див доходности составляет менее одного процента но эта компания платит щедро дивиденды далее прибыль на акцию также будет расти это меня очень радует коэффициент п на е но это я так понимаю всей компании также будет уменьшаться что очень меня радует коэффициент и битта кто не знает и битта это показатель который равен объема прибыли до вычеты всех налогов и долгов а также дивиденды он также будет расти в этом году прогнозируется 38 миллиардов и дальше он будет только расти но здесь мы видим много снижения 41 миллиард но он 25 год прогнозируется в 43 миллиарда чистая прибыль этой компании с 13 миллиарда должна пустя до 16 миллиардов как бы почти по миллиарду в год что здесь еще самое интересное так валовая прибыль так вот чисто долго здесь вот на конец 30 года прогнозируется в 30 миллиардов долларов 22 году он уже сократится аж на 8 миллиардов и двадцать пятому году он может составить только 15 миллиардов но я думаю на этом стоит завершить наш анализ и если подводить итоги то в этой компании с дивидендами все хорошо будущее пока что она смотрит не так уверенно как хотелось бы со своими возобновляемыми источниками энергии пена е у нее за последние 12 месяцев большой рыночная капитализация в этой компании очень большая более 200 миллиардов дивиденды она платит регулярно также она платила регулярно и в коронакризис конечно повышает она свои дивиденды менее одного процента но все же они растут долг у этой компании также уменьшается что относится к очень большим плюсом также плюсом я отнесу то что эта компания прогнозирует 8.3 роста в год но аналитики конечно с этим не соглашаются также гендиректор этой компании в среднем меняется один раз пять лет это значит что управление этой компании хорошие и они знают куда двигаться дальше и поэтому я считаю эту компанию очень привлекательным для себя поэтому давайте перейдем к ее покупке перейдем на главную страницу моего портфеля нажмем кнопку купить здесь мы найдем шеврон я буду покупать 9 штук по цене сейчас мы взглянем сколько она сейчас стоит стоит 109 и 91 по этой цене я думаю и буду ее покупать нажмем да и сейчас мне нужно подтвердить операцию с телефона как вы можете наблюдать я это сделал сейчас мы закроем это окно и здесь зеленым цветом должно появиться что одна операция реализовалась попробуем обновить страницу и мы сразу же видим что операция реализовалась зайдем мой портфель немного опустим и мы видим что мы купили компанию шеврон это новая компания моем портфеле количество девять штук сразу же показывают что по процентам она у меня стоит просадки потому что брокер забрал небольшое количество денег так что я надеюсь что эта компания принесет большую прибыль мой портфель также как компания вонок и royal датч шелл и на этом если вам было полезно и интересная информация то поставьте ваш лайк и подписывайтесь на мой канал увидимся с вами в следующем видео всем пока